Добрый день! Мы хотели бы накануне приемной кампании в первые классы еще раз напомнить родителям об особенностях того, как будет осуществляться прием в этом году и на что стоит обратить внимание. Значит, что очень важно, что в этом году принят новый порядок приема в первые классы. В первую очередь он касается сроков. То есть в этом году мы начинаем приемную кампанию позже. Мы начинаем ее с 1 апреля, то есть буквально через 2 дня. И первый этап завершается 30 сентября. Это тот этап, когда родители могут подать заявление по микроучастку. Следующий этап пройдет с 6 апреля по 5 сентября. Здесь уже родители могут обратиться в те школы, которые находятся не по микроучастку. Эти сроки стали несколько иными. Поэтому мы обращаем на это внимание. И еще, что важно, что несмотря на то, что сроки стали более сокращенными, мы предполагаем, что не должно быть ажиотажа, поскольку те способы, которыми можно подать заявление, они расширились. То есть кроме личного заявления в образовательную организацию, это может быть заявление, направленное по электронной почте. Это может быть заявление, направленное в учреждение заказным письмом. И это может быть подача заявления посредством портала госуслуг. Таким образом, мы призываем родителей к тому, чтобы, несмотря на то, что срок приема заявлений сократился на 2 месяца, все-таки выбрать для себя тот удобный способ для того, чтобы не создавать излишнего ажиотажа, не тратить свое время и выбрать тот способ, который наиболее оптимален. Что еще важно и что вызывает вопросы у родителей каждый год? Это вопрос отнесения школы к тому или иному микроучастку. Потому что в полномочиях муниципалитета есть право менять эти микроучастки в зависимости от той ситуации реальной, которая складывается. Изменением учащихся близкому к проектной мощности школы. То есть, если мы понимаем, что количество учащихся приближается к тем пределам, которые установлены соответствующими документами, то мы перераспределяем участки таким образом, чтобы не нарушать эти правила. Поэтому, так или иначе, каждый год мы немножко варьируем. И в этом году эти изменения тоже есть, но они не являются значительными. Наталья Владимировна, на них остановится. В этом году изменения коснулись нескольких школ, и они являются штучными. То есть, речь идет не о переносе, например, улице, а о вариантах в домах. То есть, вводы того, что просто движение домов. Изменения коснулись седьмой, восьмой, одиннадцатой школы, тринадцатой, шестнадцатой, третий, пятнадцатой. Почему я говорю таким образом? Потому что в данной ситуации, если от одной школы какой-то дом отнимался, он, соответственно, прибавлялся в другой школе, и, соответственно, микроучасток и у той школы, он тоже подлежал изменениям. Подробно о тех изменениях, которые произошли, вы можете ознакомиться на сайте каждой школы и на сайте Управления образования, где выставлено постановление про распределение микроучастков. Данный порядок новый очень большую роль отводит информационной прозрачности. То есть, очень большую роль у сайта школы. На сайте школы выставлен образец заявления. На сайте школы вы можете увидеть количество планируемых детей по набору в каждый из периодов. На сайте выставлены микроучастки школ. На сайте выставлены все документы, локальные акты, с которыми родители должны ознакомиться перед тем, как подавать заявление. Таким образом, родителям для того, чтобы пойти в школу, определиться с периодом, когда они пойдут, они могут зайти скачать заявление, заполнить, потому что данным порядком рекламентируется местонахождение образца заявления на сайте. То есть, родители могут скачать образец, который будет заявление, заполнить его и при подаче уже прийти с заполненным заявлением. Также, помимо этого, помимо заявления, в данном порядке изменились требуемые документы. Если в предыдущем порядке документы могли предъявляться, но не сдаваться копия в личное дело, то в данном порядке четко оговорено, что при подаче заявления должна быть сдана копия паспорта родителя, копия свидетельства о рождении ребенка. То есть, эти документы являются обязательным комплектом для зачисления в школу. Помимо этого, не стоит забывать о ребятишках, которые пойдут обучаться, будут зачисляться по адаптированным программам. Таким деткам обязательно нужно сдавать копию заключения по МПК. И с разрешения заявления родителей они будут выбирать для себя образование по адаптированной программе. Почему хотелось бы особо остановиться на данном вопросе? В новых санпинах, в новом порядке. Очень важно, чтобы родители при подаче заявлений своевременно сдавали заключения по МПК и определяли с адаптированной программой. Чтобы шло равномерное распределение детей в классах, не было накопляемости, и самим деткам было комфортно обучаться в классе, где им максимально уделят внимание в соответствии с их программой. Будет вестись образовательная программа в соответствии с рекомендацией по МПК и работа тех специалистов, которые по МПК рекомендуют. Период начала обучения в школе и подготовки к нему является очень важным для каждого ребенка и предопределяет, наверное, не только его успешность как ученика, но даже и шире. И от наших слаженных действий взрослых, родителей, педагогов, зависит то, насколько благоприятным будет этот период. Поэтому мне бы хотелось призвать родителей конструктивно решать те вопросы, которые у них возникают. Если вдруг вопрос не решается в школе, всегда можно обратиться к нам, и мы решим этот вопрос в спокойной обстановке для того, чтобы выбрать наиболее оптимальный вариант. Это можно делать по телефону 40670 и 40675.